Прежде чем перейти к основной повестке дня, глава Новороссийска Городиченко поблагодарил всех тех, кто участвовал в ликвидации последствий сильных ливневых дождей, обрушившихся на широкую балку в ночь на 8 сентября. Много работ было очень проведено. Я выражаю огромную благодарность всем тем людям, которые принимают участие в ликвидации последствий. И сегодня мы приняли решение, конечно, отметить эти ливневы. Впереди у коммунальщиков, энергетиков и руководителей ресурсно-снабжающих организаций ежегодный экзамен на профпригодность. Теплой зимы в этом году синоптики не обещают. А значит, Новороссийск должен быть готов к любым капризам погоды. Горячая вода и теплые батареи должны быть в домах жителей города Героя при любых пиковых нагрузках, подчеркивает Игорь Диченко. В 15 сентября уже начался этот сезон. Корректировки несколько дней в зависимости от оборудования. На территории муниципального образования города Героя-Российска готов к осеннему зиму. Существует 1814 объектов регионального области и учреждений в социальных сетях. На подготовку от съезда к осеннему зиму выделено 416,8 миллиона долларов. Особое внимание сегодня в ходе расширенного совещания было уделено детям. Заместитель главы Новороссийска по социальным вопросам Наталья Майорова подвела итоги реализации Краевого закона номер 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Мы ездили на 24 миллиона больше, чем в прошлом году. Здесь наибольшие показатели в Южном районе, в Центральном и наибольшие показатели на Российском и на городском районе. Завтра рейд вам, какая-нибудь проведет, а завтра у вас не совершится ряд 500 дней. Что вы будете смотреть? Вы будете говорить о усиленном работе, уважаемые, вы говорите, если это месяцев подряд. И ждете, сидите спокойно, что я говорю, Василий Иванович. Игорь Алексеевич, я обращаюсь к предложению, что если еще месяц рассматривать на кадровой комиссии и менять руководство, они просто в налогу это делают. Еще одна актуальная тема, связанная с подрастающим поколением – высокий уровень детского травматизма на дорогах города. Ежедневно в сводках отдела ГИБДД фигурирует как минимум несколько сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних. Глава Игорь Виченко дал поручение начальнику управления образования вынести этот вопрос на повестку общегородских родительских собраний, которые пройдут в Новороссийске, начиная уже с этой пятницы. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия.